Здравствуйте! В эфире итоговая программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Президент России Владимир Путин обратился к участникам форума «Евразийская экономическая перспектива», отметив особую важность проекта «Экономический пояс шелкового пути», инициированного китайскими партнерами, сообщает Интерфакс. Весомый вклад в продвижение евразийской интеграции вносят парламентарии. На повестке дня вашей встречи важные вопросы, связанные в частности с развитием международных связей Евразийского экономического союза, прежде всего на азиатско-тихоокеанском направлении, – зачитал обращение Путина на форуме спикера Госдумы Сергея Нарышкина. Глава государства выразил уверенность, что в диалоге с парламентариями Китая будут однамечены пути налаживания новых механизмов взаимовыгодного сотрудничества, сопряжения различных интеграционных инициатив на евразийском пространстве. В Алматы более 60 НПУ обратились к президенту страны Нарсултану Назрыбаеву с просьбой наложить вето на закон о внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности неправительственных организаций, – сообщил эксперт фонда «Международная правовая инициатива» Амин Гильды Шурманбаев, – пишет Костак. Суть этого проекта заключается в том, что государство собирается поставить под контроль всю деятельность НПУ и в перспективе ликвидировать те организации, которые не будут выполнять требования закона, – сказал Шурманбаев. Вопрос перевозки казахстанских паломников, задержавшихся в Мекке из-за изменения расписания самолетов, урегулирован, сообщила Хадж Миссии Духовного управления мусульман Казахстана, – передает Интерфакс Казахстан. Сегодня воздушное судно вместимостью до 500 человек осуществило полет по направлению джида Алматы. Разработаны новые таблицы перелетов паломников в страну, согласно которой осуществляются авиарейсы. В нынешнем году Хадж совершает более 4000 казахстанцев. Новая партия «Зеленых Казахстана» не будет заниматься экспортом революции, – заявляет председатель экологического союза Табигат Мэлс Елиусизов, – пишет Кастак. Группа казахстанских граждан выходит с инициативой создания партии «Зеленых Казахстана». Идеи не новые. Я много лет говорю о необходимости такой партии. Это нормальная партия, не экстремистская. Она не будет заниматься экспортом революции. Мы хотим идти эволюционным путем, как природа, – сказал Елиусизов. При этом он сообщил, что партия будет демократической. О новостях нашего региона вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Продолжим выпуск. Обнаружен мертвым заместитель руководителя районного отдела КНБ в Канда-Агаше. Он был найден со смертельным огнестрельным ранением в рабочем кабинете. Инцидент произошел в эти выходные. Покойного уже предали земле. Тем временем в ДКНБ по Активенской области официально заявили, что причиной смерти стало неосторожное обращение с травматическим оружием. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Умерший, которому было 39 лет, при жизни занимался противодействием международному терроризму и экстремизму. О Кудайбергене Даумбекове, так звали умершего, известно немногое. На то он и был сотрудником спецслужб, чтобы тщательно оберегать все, что связано с ним самим, да и с семьей. Даже люди, близко общавшиеся с ним, не могут сказать об увлечениях друга. Разве что вспоминают юношеское прозвище и отмечают, что Кудайберген с детства мечтал работать в органах. В одном лишь они уверены – Даумбеков был человеком надежным и широкой души. Те, кто общались с ним на прошлой неделе, ничего особенного в его поведении не заметили. Шутил, строил планы на будущее. Но в минувшую субботу в обеденное время его в рабочем кабинете обнаружили со смертельным ранением. 3 октября текущего года примерно в 13 часов 15 минут сотрудник Мугалжарского районного отделения департамента КНБ Поктюминской области в результате неосторожного обращения с травматическим оружием погиб в результате ранения в голову. В настоящее время органами внутренних дел по данному факту проводится досудебное производство, а также ведется служебное расследование департаментом КНБ. У чекиста остались две дочери и жена. Ему уже предали земле. Похоронная церемония состоялась в понедельник. В ДКНБ области обещали проинформировать общественность об итогах расследования, учитывая неординарность случившегося инцидента. Тем временем некоторые местные верующие, в частности те, кто не всегда согласен с официальной политикой духовенства, поставили под сомнение версию о суициде. Даунбеков, по их словам, хорошо знал ислам и нередко ему удавалось переубедить их. Поскольку по долгу службы он занимался противодействием международному терроризму и экстремизму. Акмирал Майкузова, Алексей Уразов, программа «Факт». За пять дней свыше 800 иностранцев привлекли в нашей области к административной ответственности. Все они нарушили правила пребывания на территории Казахстана. В ходе проведения второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нерегал-2015» с 28 сентября по 2 октября за пределы нашей страны выдворены 122 иностранца, в том числе 4 жителя КНР. Противодействие нелегальной миграции на территории Республики Казахстан в период с 28 сентября по 2 октября был проведен второй этап совместного оперативно-профилактического мероприятия «Нерегал-2015». Основные цели и задачи данного мероприятия – это пресечение каналов незаконной миграции, выявление иностранцев, занимающихся незаконной трудовой деятельностью на территории Республики Казахстан, усиление контроля за пребыванием иностранцев на территории Республики Казахстан. Всего выдворены в приемник распределители 7 иностранных граждан, находившихся без документов, удостоверяющих личность. За нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы к административной ответственности также привлечены 39 октябренцев. В рамках ОПМ «Нерегал-2015» возбуждено 3 уголовных дела за нарушение миграционного законодательства. Сегодня утром примерно в 8.30 напротив центра «Мега-Окту-Б» произошла автомобильная авария. Пострадавшими в ДТП стали двое детей дошкольного возраста. Со слов их матери, водитель автомобиля «Кеа Сирата», она везла дочку и сына в детский сад. Проехав со стороны автовокзала под железнодорожным мостом в направлении 11 микрорайона, ее подрезал джип и резко остановился. При попытке избежать столкновения корейская иномарка вылетела на встречную полосу, где врезалась в «Тойоту Камри». В итоге двое детей получили травмы головы и были доставлены бригадой скорой помощи в областную детскую клиническую больницу. Сама мать отделалась ушибами и шоком. Как говорят полицейские, расследование причин автомобильной аварии прояснит степень вины каждого из участников, в том числе водителя-внедорожника. Жители при вокзальной площади требуют у местных властей открыть во дворе дома номер 10 по улице 8 Марта опорный пункт. Только так, по их мнению, можно избавиться от дам легкого поведения, которые давно обжили район железнодорожного вокзала. Это свое требование они выдвинули представителям партии «Нуратан» и полицейским, которые сегодня провели совместный прием граждан. Жители при вокзальной площади также отмечают, что ряды проституток в последнее время стали пополняться и представителями мужского пола. Падение нравов, по их словам, налицо. Генералы приходят и уходят, а жрицы любви остаются навсегда. Санимжан Шугаипова, общественный помощник полиции, возмущена до предела. Причем недовольна в первую очередь женщина работой стражей порядка. На сегодняшний совместный прием сотрудников правоохранительных органов и нуратановцев она пришла во всем нарядном. Только речь ее была не о праздном. С каждым годом количество ночных бабочек, облюбовавших дворы в районе ЖД вокзала, растет. Справиться с этим нашествием не может ни полиция, ни нуратан. В каждом квартире живет, как сказать им, притон, притон, где содержится. И в каждом притоне по 10, по 12 девушки легкого поведения. И своим соседям они не дают покоя. Как быть, день и ночь с утра с 10 часов круглосуточно они работают. А что, они тихо не работают, шумят? Конечно, тихо не работают. Шумят. Это нашему обществу нужно разве? Эти и другие проблемы Шугаипова озвучила на сегодняшнем приеме. Причем поддержать активистку пришли и жильцы других домов, также расположенных на привокзальной площади. Одни говорили об отсутствии освещения, другие – детских игровых площадок, третьи – о нашествии попрошаек, алкоголиков и наркоманов. По их словам, железнодорожный вокзал – это лицо города, и смотреть им в него стыдно. Представители правящей партии клятвенно заверили, что в ближайшем будущем постараются решить их проблемы. Мы как представители работников областной филиал партии «Нуртан», как территориальники, городские филиалы партии «Нуртан», участвуем и взаимодействуем с совместными правоохранными органами. Эта акция проводит для того, чтобы мы могли именно участвовать в патрульной полиции, разъяснять нашим гражданам, воспитывать правовую культуру. Мы говорим о их позиции, говорим о ненарушении законности по профилактике и так далее. Это, я думаю, необходимо для нас и для всех граждан. Причем жители сами предлагают механизмы решения скопившихся проблем и довольно реальные. К примеру, чтобы разом избавить привокзальную площадь от жриц любви, в том числе мужского пола, горожане предлагают открыть опорный пункт в одном из дворов по улице 8 Марта. Это, по их словам, намного эффективнее бесконечно официальной переписки между правоохранительными, фискальными органами и Акиматом. Отмирал Майкузова, Алексей Уразов, программа «Факт». В Казахстане начался осенний призыв. В этот раз в казармы должны попасть более 800 актюбинцев. В местном военкомате утверждают, что в последнее время все больше молодых людей идут служить охотно и по доброй воле. И это несмотря на разного рода ЧП, которые регулярно случаются в армии. Ну а как проходит призыв, куда отправляют местных ребят служить, расскажут наши корреспонденты. 22-летний призывник Сергей Король успел отучиться в институте и получить диплом. От призыва он не скрывался. Решил, что пришло время надеть форму срочника. Парень говорит, что в армии служили все его родные – отец и братья. В общем, если Сергей успешно пройдет медкомиссию, то с радостью готов сменить свой отчий дом на казарму. Я решил в армии, потому что имеет свои плюсы. Также в жизни это очень поможет, я считаю, что... Какие плюсы для вас лично? У вас у меняется высшее образование, да? Работу можно будет устроиться спокойно, без проблем, когда у тебя за плечами уже армия. В октубе осенний призыв стартовал 1 октября. В этот раз в казармы должны попасть более 800 актюбинцев. В местном военкомате утверждают, что в последнее время все больше молодых людей идут служить охотно и по доброй воле. В целом процедура набора в армию осталась прежней. Нужно быть не младше 18 и не старше 27 лет. Не иметь судимости и быть в хорошей физической форме. Приоритет при этом отдается тем, кто имеет высшее и среднеспециальное образование. У каждого призывника должен быть состояние здоровья, хорошее, отличное состояние здоровья. Образование не ниже среднего, среднеспециальное, высшее образование должно быть. В военкоматах утверждают, что параметры каждого призывника изучают внимательно. Рост желающих защищать родину не должен быть меньше 165 сантиметров. Психологическое состояние также играет особую роль. В общем, члены комиссии делают все, чтобы ни один наркоман, больной или преступник ни в коем случае не попал в ряды казахстанской армии. В отношении наркологических проблем ситуация сейчас намного более удовлетворительная. Вот мы, когда во время непосредственно отправки, мы тестируем на наличие наркотиков всех призывников абсолютно. И случаев выявления практически не было. Бывают случаи сомнительных результатов при повторном тестировании, обычно не обнаруживаем. Это говорит о том, что все-таки наша молодежь в этом плане стала более сознательная, стараются вести трезвый, здоровый образ жизни. Сейчас так очень модный спайс среди молодежи. Они не употребляют наши актюбинские ребята? Мы пока не выявили таких случаев. Тем не менее, помимо самых распространенных диагнозов, плоскостопие и недовес, молодые люди стали хуже видеть. Причем плохое зрение чаще отмечается у городских ребят, нежели сельских. Тут виноваты компьютеры и прочие гаджеты, говорят медики. Если так посмотреть, в отличие от городских, от районов детей, больше городских, которые страдают с нарушением зрения. А районы как-то более-менее. Ну и действительно связаны с компьютерами, с гаджетами всякими. Они, по идее, должны по месту лечения проходить. Но они же не обращаются, а выявляются больше всего здесь, на комиссии. Первая отправка актюбинских призывников в вооруженные силы состоится 19 октября. В течение осени и начале декабря новобранцы пополнят ряды вооруженных сил, службы у государственной охраны, МЧС, пограничные и внутренние войска. Лиза Ацекиева, Жаслан Жубаев. Программа «Факт». В преддверии Дня инвалидов городские власти организовали праздничный обед для воинов-интернационалистов, принимавших участие в афганской войне. Всего на мероприятие были приглашены 20 ветеранов. Среди них инвалиды 1, 2 и 3 групп. Сейчас, к сожалению, очень много наших ребят уходит. С каждым годом все меньше и меньше становимся. Буквально в этом году только пятерых похоронили. Я хотел в честь праздника вот этого, ну как мой праздник называемый, горе-боль, потому что хотелось бы, чтобы меньше инвалидов было. Хотел пожелать ребятам здоровья, семейного благополучия. И поблагодарить ресторан КСДСУ, который организовал, накрыл столы. Ребятам очень приятно. Они сейчас покушали. Очень вкусные блюда. Действительно. Большое спасибо им всем. И Акимату города, естественно. Для приглашенных на мероприятие был организован праздничный концерт. Также участники получили продуктовые пакеты. По данным общественной организации, в настоящее время в Ак-Тубе проживает 998 воинов-интернационалистов, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане. Среди них 58 инвалидов. При этом количество афганцев, у которых возникают серьезные проблемы со здоровьем, увеличивается с каждым годом. Сегодня в одном из ресторанов города был организован праздничный обед для ветеранов Великой Отечественной войны и участников Трудового фронта. Собравшихся гостей с Днем пожилых людей поздравил Аким области Бердебек Сапарбаев. Продолжение темы в репортаже Айшат Ибрагимовой. На торжественный обед в честь празднования Дня пожилых людей были приглашены 80 человек. Это и ветераны Великой Отечественной войны, и труженики тыла, и люди, которые когда-то внесли свой вклад в экономическое и социальное развитие нашей страны. В своей поздравительной речи Аким области Бердебек Сапарбаев отметил, что никакой экономический кризис не помешает государству заботиться о пенсионерах. Экономический кризис какое-то последствие несет, особенно для вас, особенно по отношению цен на продукты питания, на медикаменты. Но мы работаем, с ними занимаемся, контролируем и дальше будем работать. У нас на сегодняшний день в регионе насчитывается свыше 82 тысяч ветеранов. У нас постоянно проводится социальная поддержка, только вот за этот истекший период около миллиарда денег было израсходовано на поддержку ветеранам. Вы знаете, какая была поддержка по поручению президента накануне 70-летней победы в Великой Отечественной войне. Акима области радует тот факт, что несмотря на возраст и состояние здоровья, многие пенсионеры принимают участие в масштабных общественных работах по воспитанию подрастающего поколения. Они сейчас не только сидят дома, они принимают в общественной жизни города, области. Они воспитывают своих внуков, правнуков тем самым. И сейчас они вносят свой определенный вклад в общество, нашему коллективу. Участников Великой Отечественной войны где-то осталось 150 человек. Участников Трудового фронта где-то 12-13 тысяч. Заботиться о пожилых людях нужно не только в их праздник. Это необходимо делать ежедневно. Айшат Абрагимова, Алимжан Молдобеков, программа «Факт». Сегодня на полигоне, что расположен в районе Батыз-2, состоялись спортивные состязания, в которых приняли участие порядка 50 человек. Это студенты и работающие молодежь. Спортивные мероприятия организовало общественное объединение «Мир Ордасы». Ребята стреляли из учебных винтовок и соревновались в метании гранат. Сегодня на поле боя столкнулись студенты четырех колледжей молодежи дворового клуба из района Москва и работающая молодежь. Молодые люди состязались в стрельбе из учебных винтовок, метанию гранат, а также участники должны были пробежать кросс на расстоянии 1000 и 2000 метров. Возраст участников соревнований от 16 до 23 лет. Общественное объединение «Мир Ордасы» организовывает соревнования по соцзаказу. Наша называется «Хазахстан Патриот Таре». В рамках этой акции мы проводим игру, которую мы назвали «Отан Кургауше». Цель этого турнира – проверить навыки призывной молодежи. В ходе этого турнира будут проверяться их навыки – бег на 1000 метров, бег на 2000 метров, метание гранат и стрельба с пневматического ружья. Как говорят сами участники спортивных состязаний, такие мероприятия важны для них. Таким образом молодежь готовится к службе в армии. Жахангер Ирсалиев, первокурсник колледжа нефти и газа, в ближайшем будущем планирует пополнить ряды вооруженных сил Казахстана. Это соревнование нам нужно, чтобы быть сильными, здоровыми, чтобы защищать родину. Когда я вырасту, хочу стать военным. Если будет время, останусь по контракту там. Это соревнование нам обязательно нужно. Я уверен, что моя команда победит. За победу ребята боролись активно. Уже сегодня будущие солдаты казахстанской армии должны владеть военными навыками, быть крепкими не только физически, но и морально. Айшат Ибрагимова, Алимжан Молдабеков, программа «Факт». Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Алимжан Молдабеков, программа «Факт».